девчули всем огромнейший приветик нашим ноготкам около месяца и как я в прошлых видео говорила я начинаю тестить все гели которые есть и проверять их как хорошо они самовыравниваются и подойдут ли они для техники безопила так что в комментариях обязательно напишите какой гель вы хотели бы увидеть следующий ну а пока перед укреплением я снимаю старый материал как всегда керамической фрезой с синей насечкой беру пилочку и спиливаю лишнее ровняю форму и убираю излишки геля естественно мы будем делать новым материалом поэтому мне нужно спилить как можно больше старого геля вот что у нас вышло после опила торцы все тоненькие также я вам обязательно покажу в конце ну и конечно перед укреплением я обязательно делаю маникюр поэтому пушером я аккуратненько приподнимаю и отодвигаю кутикулу создавая карман чтобы фреза аккуратно туда вошла и не поранила клиента в общем это все стандартные манипуляции которых провожу каждый раз после чего я беру фрезу пламя с красной насечкой и аккуратненько на реверсе я начинаю вычищать птериги то есть получается у меня слева направо шлифую боковые валики и сразу же прохожусь к левому после чего к правому синусу у нас здесь боковой валик немножечко в трещине и в хорошей такой мозольки я пузиком фрезы это все шлифую и вычищаю далее я взяла кусачки мецгер на 6 миллиметров и тоненькой колбаской срезаю кутикулу и боковые валики я не срезаю я только их шлифую далее по стандарту я как всегда обезжириваю ногти хорошенечко до треска и наношу бескислотный праймер мы будем делать гелем от patrice nail цвет тепло-розовый я никогда им не пользовалась для меня конечно это было в новинку я могу сказать сразу то что он ни капельки не похож на силкар поэтому мне было очень интересно с ним поработать цвет конечно у него очень классный так как нигде не написано однофазный он или нет но скорее всего нет я использую однофазный гель за место базы ну можете в принципе использовать базу для гель-лака и отправляю сушиться в лампу это служит хорошей адгезией конечно всегда очень волнительно наращивать или укреплять новым материалом но в принципе с этим гелем я справилась я нанесла тонкий-тонкий слой камуфляжа после чего беру капельку и по стандарту начинаю выравнивать и что я могу сказать в принципе он выравнивает бомба кто мои ролики смотрят впервые я технику я использую практически как при выравнивании или укрепления базой многие в комментарии писали то что очень удобно выравнивать тоненькой кисточкой в общем техник на самом деле безумно много используйте так как вам удобно и главное что я в каждом видео говорю обратите внимание на кисточку то что я не надавливаю на ноготь я тяну только гель этот гель немножечко погуще сил кара но им было невероятно легко работать я наносила и просто кайфовала от этого и цвет кстати очень натуральный тут я повторяю все то же самое и кстати я делаю по два ноготка потому что гель не убегает и он даже просто не растекается размазываю тонкий слой по ногтю беру капельку побольше то есть небольшую совсем до подгоняя кутикуле и распределяя по ногтю тут я вижу что у меня затек гель ну я таня как всегда так что беру апельсиновую палочку и спокойненько убираю и иду дальше тяну только капельку и только по пластинке стараюсь конечно не попадать потому что если вы видите затек то лучше его сразу же убрать иначе будет стопроцентная стопроцентная отслойка также причина отслойок это кровь это недочищенные птерегии и вообще плохо обработанная ногтевая пластина так что обязательно не пропустить не пропускайте этот этап в маникюре а еще забыла сказать когда я выравниваю ногти то есть я их укрепила гелем после чего я переворачиваю ручку и довыравниваю если вы вот выровняли укрепили ногти после чего сразу отправили лампу потом не удивляйтесь то что у вас гель убежит на бока хотя с этим гелем мне не пришлось долго возиться я просто перевернула ручку клиента и гель сам встал на свое нужное место обратите внимание это гель еще без сушки после чего я отправила ручку клиентки в лампу и вот что у нас получилось я конечно про кайфовала с этим оттенком он непривычный и у селкара все-таки немножечко такой в бежевато коричневато розовый оттенок а тут более натуральный далее все идет в быстром темпе я взяла гель лак от пазы и нанесла его в два слоя после чего аэропуфингом и белой гель краской я сделала амбре амбре делается гель краской без липкого слоя нанесла жемчужную втирку и перекрыла все финишем без липкого слоя и вот как для начинающего мастера так и для профессионала поэтому обязательно напиши в комментариях каким все-таки гелем сделать в следующий раз и какой протестить а то девчонки и не забудьте подписаться на мой инстаграм потому что там я всегда выкладываю раньше и девчонки всем огромнейшее спасибо за ваши теплые комментарии я все читаю и стараюсь всем отвечать ну все ставь лайк этому видео подпишись на мой канал и всем пока пока